Меня зовут Дмитрий Монатик, я украинский музыкант. Обращался ранее, обращаюсь и сейчас. Все дело в том, что мы уже который день пытаемся достучаться, кричим, молим нас услышать, но многие делают вид, что слышать не хотят, многие слышат, но делают вид, что не слышат, многие слышат, но не верят, но как можно не верить, когда эти взрывы, которые сейчас происходят в Украине, они такие громкие, что их слышит весь мир. И я обращаюсь к людям в России, к людям в Беларуси. Услышьте, пожалуйста, правду. Это не спасение, это война. Весь мир кричит о том, что русская власть пересекла территорию Украины, пересекла границы и с войной сейчас огнем, взрывами, пулями разрывает ее на части. Это не спасение, это настоящее уничтожение. Час украинца сейчас длится как день, день длится как год. Это так больно, это так больно, ребята. Люди вынуждены были бросить свои дома, бросить свои квартиры, бросить все, что у них есть, лишь бы спасти, хоть как-то обезопасить свою семью. Наши переписки сейчас, наши звонки друг к другу, это только вопросы, как вы, где вы, вы живы, все ли у вас в порядке, вы в безопасности. Многие отвечают, что мы сейчас под обстрелом, многие отвечают, что рядом взорвалась ракета, упала ракета. Многие не отвечают. И это очень больно. Вы даже не представляете, насколько. Многие из вас были у нас на концертах, и там всегда прожил мир. Сегодня он остановился. Просто рушится на части. Я понимаю, что идет очень большая информационная война, и вы можете абсолютно иначе думать, но услышьте нас. Людей, украинцев. Это война. Сейчас погибают наши мирные жители, и разрушаются потрясающие родные города. Это не то, что не по-братски, это не по-человечески. Я вижу многих людей, которые говорят правду на свой страх и риск в России, в Беларуси. Наверное, боятся высказываться, но все-таки делают это. И за это вам большая благодарность. Это очень ценно и так необходимо для нас сегодня. Мы вас за это благодарим. И люди по всему миру, которые не молчат и кричат об этой войне. Спасибо вам за то, что вы люди. Мне кажется, что у людей есть большая сила, и я не хочу терять в нее веру. Я верю, что люди, которые сегодня говорят правду, могут изменить этот мир, могут принести этот мир, могут остановить эту войну. В этом месте будем стараться эту ненужную, никому не желанную войну в прекрасной, потрясающей стране Украины остановить.